всем привет я коней софтбокс и я к вам с черными новостями суд приговорил сценариста телепередач к девяти годам за обман бывшего айдола рассказываю короче в 2019 году какой-то айдол ими конечно же не разглашается скажем так айдол а из какой-то знаменитой группы ну к тому это я так поняла что он уже был бывший айдол этой группы так вот его обвинили в домогательствах сексуальных и тут вот этот сценарист он его дружбан скажем так человек по имени б пришел к нему к этому ай говорит я могу решить твою проблему у меня есть там знакомые которые могут замять это дело чтобы с тебя сняли обвинение короче и все не пошло дальше жертве выплатим компенсацию и все короче дело закроют нужно год 1 из 6 миллиарда вон айдол год окей я тебе даю 1 6 миллиарда вон решай проблему он отдает снарис эти деньги а затем как бы проходит все дела его признают я так поняла что проходит суд этого айдола признают невиновным и тут снарис его приходят ну вот видишь типа тебя признание видов потому что я поспособствовал типа давай типа еще один триллион вон айфу миллиард он нужно заплатить получается там людям плюс в залог там типа недвижимость он отдал еще отдал какие-то предметы роскоши и соответственно только после всего вот этого для этого айдола наконец-то дошло что его этот обманывает и просто на бабки развел а по сути проблема решилась без участия этого сценариста и что он решил айдол пошел подал на него в суд пожалуйста написал заявление и после всей этой волокиты вот 2020 четвертом году суд признал этого сценариста виновным и также хотя обязал его вернуть эти деньги там 2 и 6 миллиарда вон вышло в итоге но конечно же с нарис со своей стороной они со своими докатами они подали на апелляцию поэтому еще будет второе слушание что будет дальше не знаю посмотрим так вот и зенитер во все это обсуждать типа это чудо и дал такой откуда и такие деньги ну и плюс ко всему говорят ну понятно два спага пара один получается домогается девушек а второй мошенник ну понятно что вы друзья неудивительно что тебя надули но осу сказал что как бы понятное дело что он айдол был в такой ситуации в подавленном состоянии когда им было легко манипулировать именно поэтому он доверился и отдал такую огромную сумму денег в этому старисту не знаю что будет дальше но давайте погадаем что это за айдол мне прям очень интересным девятнадцатом году так вот по кучу он был до из джей-й джей группы а до этого они были в группе тивик скилл или как-то в дом баншинки вот мне интерес может он его вроде бы оправдали же да короче очень интересно давайте может быть я не помню китай было поэтому давайте напишите в комментариях кто помнит кто это может быть в девятнадцатом году давайте проведем свое расследование чем у хуже не тизенов до конца на концов